Привет, я Паша Сочев и в этом видео я хотел бы рассказать о своем усилителе. Это ламповая голова Marshall JCM800. Я пользуюсь этим усилителем уже порядка двух лет и, пожалуй, он меня во всем устраивает. Я не вижу в нем практически никаких недостатков, как по звуку, так и по эксплуатации. В общем-то, очень люблю свой усилитель. Вообще, с самого начала своей игры на электрогитаре я мечтал о ламповом аппарате, но в то время я жил с родителями, учился в школе, а позже, когда поступил в институт, жил в студенческой общаге, где громкий ламповый звук был, мягко говоря, неуместен. Поэтому я пользовался цифровым процессором. На тот момент у меня был Korg AX1500G. В общем-то, ну, как-то выкручивался. Чуть позже я себе приобрел ламповый преамп Houston Kettner Tubeman. На тот момент мне казалось, что вот он, ламповый звук настоящей, комнатной и на приемлемой громкости. Тем более, что в этом приборе был выход со спикосимулятором, конечно, паршивеньким, но в то время я еще, в общем-то, не разбирался. Мне казалось, что это совершенно другой уровень, другие ощущения. И, в общем-то, я был весьма доволен. Через какое-то время я снова вернулся в мир цифры. У меня появился процессор Fractal Audio AXFX 2. Крутой прибор. На тот момент был самым лучшим безальтернативным решением. И, в общем-то, я стал придерживаться той мысли, что лампа больше не нужна. Здесь есть крутейшие эмуляции усилителей, кабинетов и так далее. Звук отличный, шикарный, как и вживую, так и на записи. Но, как говорится, шли годы. С этим процессором я провел порядка 10 лет. Может быть, даже чуть больше. И, наверное, я стал стареть, взрослеть. Не знаю, мне захотелось все-таки вернуться в мир лампового звука. Не то, чтобы я в нем был, но, скажем так, окунуться в мир лампового звука. И, соответственно, в этот момент у меня особо даже и выбор не стоял, какую фирму усилителя мне приобрести. Потому что, опять же, с ранних лет на всех видеофотографиях любимых моих гитаристов из 70-х, 80-х годов везде присутствовали стены маршалов. Вот, в частности, особенно в 80-е годы везде маячила модель именно JCM800. Это достаточно массового производства усилитель. Их было очень много выпущено в свое время. Хотя сейчас уже все меньше. В продаже на данный момент можно найти единицы бэушных приборов. Честно скажу, не то, чтобы я был каким-то звуковым гурманом и разбирался в тонкостях тембров. Просто вот этот вот шильдик маршаловский, красивая упаковка. Ну и, соответственно, звук на записях мне очень нравился. Поэтому, даже когда я пользовался аксом, я отдавал предпочтение эмуляции именно усилителя маршал GCM800. Начиналось все просто с того, что я под влиянием его выбрал. Но позже я распробовал этот звук, и он мне действительно очень даже понравился. Поэтому в какой-то момент я решил, что хочу иметь настоящий усилитель маршал GCM800. Второе название данной модели – это 2203 Mark II. У всех маршаловских усилителей имеется цифровое обозначение. И вот модель 2203, которая появилась в 70-е, была первой в линейке маршалов, у которой появилась ручка мастер громкости. Как известно, все предыдущие модели имели совмещенную ручку громкости и гейна. То есть, для того, чтобы вам получить нужный уровень искажений, перегруза, вам нужно было так хорошенько, что называется, раскачать усилитель. То есть, вывести его на высокие уровни громкости. А ввиду того, что эти усилители очень громкие, что 50-ваттные, что 100-ваттные, что 45-ваттные и так далее, вам пришлось бы, наверное, готовить салфетку, чтобы вытирать кровь из ушей, если площадь, на которой вы используете усилитель, чуть меньше, чем стадион. Короче говоря, появилась вот эта модель 2203. Позднее, в 80-е, в начале 80-х ее перелицевали и обозвали маршал GCM800. Я небольшой знаток, но, кажется, там какие-то мелочи были внесены еще и в конструкцию. Но в чем отличие от первой модели, то, что теперь у нас панель металлическая распространялась на длину всей коробки. Здесь красовалась надпись GCM800. Ну и, в общем-то, все та же ручка мастера и ручка гейна были отделены друг от друга. Были некоторые итерации этих усилителей на протяжении 80-х годов. Были так называемые усилки с вертикальными входами, вертикальным расположением входов. Позже они были заменены на горизонтальные. Вот у меня как раз один из таких. Да, мой усилитель, кстати, 86-го года выпуска. В конце 80-х появилась модель, которая называлась 2210 или 2205 в 50-ваттной версии. Там уже был отдельный канал хайгейна. А в данном усилителе у нас всего лишь один канал. То есть тут нет отдельно чистого, отдельно перегруза. В 90-е на смену 800-й модели пришла 900-я модель. Как раз закономерное продолжение вот этой вот модели 2210. Ну и, собственно, все. На этом, наверное, история закончилась. Хотя нет, позже, да и по сей день, на самом деле, выпускаются переиздания этих усилителей. Они так и называются 2203 Mark II G7800. Но, как говорят знатоки, сам я, честно, не проверял усилители разных годов выпуска. Как говорят знатоки, звук не тот. Ну, это обычное дело для всяких любителей гитар и усиления. Что мне нравится в моем усилителе, это его конструктивная простота. Здесь, мало того, что всего один канал, здесь нету никаких петель эффектов, нету никаких бустеров, никаких свитчей там, bright и так далее. Вот у тебя, пожалуйста, сколько тут ручек громкости? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да? Раз, два, три, четыре. Шесть ручек громкости, вбери и настраивай его. Ну, а теперь давайте чуть поближе посмотрим на него с разных сторон. Вот так выглядит задняя панель усилка. Да, то есть переключение у нас 220, 240, 120 вольт. Это выходы на динамики. Модель Master Model 100 Вт, лид. И, соответственно, здесь тоже там уже выгоревшая надпись фломастером 2203. Вот, 100 Вт мощности. Сиреник, который указывает на то, что это именно 1986 год. Ну, ничего больше интересного здесь нет. Трансформаторы, четыре лампы таких, три лампы таких. Все лампы в свое время были заменены. Я провел полную профилактику усилителя. Он был изначально в очень хорошем состоянии, приближенном к идеальному. Я просто у мастера заменил. По-моему, один вход какой-то был расшатанный, поменяли. И, ну, вот что-то вообще по мелочевке по какой-то. И он, в общем-то, в полном порядке на данный момент. А, я заменил старые конденсаторы на новые, более мощные. Они там вот черный цвет. То есть они изначально были синие. Синие, кстати, еще у меня остались где-то. И они, в принципе, рабочие. Но я поставил свежие, новые. И они более мощные. Поэтому все здесь работает как часы. Лицевая сторона. Ручки. Я здесь маркером оставлял пометки для своих значений. Чтобы не забыть просто. Ну, примерно так это выглядит, конечно. Что-то у меня фотоаппарат размывает. Ну, ничего здесь особенного нету. Пресенс, бас, мидл, требл, мастер и преамп. Два входа, лоу-хай. Я думаю, что на него смотреть, конечно, можно долго. Но лучше, лучше нам его послушать. Я эксплуатирую свой усилитель. Наверное, все-таки не так, как задумывали ее создатели. То есть я не подключаю ее к кабинету. Не подключаю ее к реальным большим динамикам. Ну, потому что это, как я и говорил раньше, в условиях московской квартиры, пожалуй, что не очень уместно. Я использую для подключения реактивную нагрузку. Потому что, как известно, ламповую голову нельзя просто так включить и начать на ней играть. Она просто-напросто сгорит. Поэтому вот всю эту дурь, 100 ватт, ей нужно куда-то вымещать. Для этого и используются реактивные нагрузки. Я не буду сейчас сильно вдаваться в глубину. Тем более, что я ничего об этом не знаю. Но скажу, что вот я использую прибор Oxbox от фирмы Universal Audio. Здесь есть встроенные эмуляции кабинетов, которые не являются импульсами. Это некие фирменные алгоритмы, имитирующие настоящие усилители и их взаимодействие с разными комбинациями микрофонов и так далее. У меня сейчас, вот я покажу, в приложении подключен вот такой вот кабинет 4х12. Это, если я не ошибаюсь, эмуляция какого-то месо-буговского кабинета. И два микрофона SM57 и Royer, или как он называется, короче, 160. Мне есть много разных пресетов. Это один из тех звуков, которые я использую, на которых я играл в начале видео. И сейчас тоже покажу и буду крутить ручки вот на вот данном звуке. Для начала я покажу звучание канала Low. Это вроде как чистый звук, хотя некоторые говорят, что в маршале чистого звука в целом не существует, тем более в одноканальном. Вот, но сейчас сами все услышите. Ручки эквалайзера все на середине, на 12 часах. Мастер где-то на четверочке, то есть это там 10-11 часов. И гейн сейчас потихонечку буду увеличивать. Вот начинаю с единички. Ну так, бледненько, очень-очень такой тоненький звук. Поэтому увеличиваем где-то, вот ставим на троечку, либо 10-11 часов. Ну, 10 скорее. Дальше идем 12 часов. Так, дальше у нас будет пусть 3 часа. Ну и если гейн на всю поставим, такой получается звук, который мне не нравится. Но просто я хочу продемонстрировать еще тот факт, как вместе с увеличением гейна насыщается звук и появляется в нем больше низа. Вот примерно так звучит low канал, который я использую крайне редко. Иногда прописываю какие-то партии на чистом звуке, либо на слабом кранче, но это бывает редко. Поэтому переходим к каналу high, ради которого мы все здесь и собрались. Вот, будем потихоньку двигаться. Опять же, вот там берем, например, единичку. Достаточно ядовитый звук. Достаточно тоненький. Двигаемся. Так, вот уже поднимаются у нас низы. Чуть между 9 и 10. Да что я все комментирую? Вы и так все видите. Ну так, уже что-то ручит, да? Двигаемся дальше. 12 часов. Ну, чистый, на мой взгляд, и сидись. Двигаемся дальше. Да, это вот так вот поставим гейн. Вот, примерно так. Двигаемся дальше и ставим прям на всю. Ну, я оставлю такой рабочий у меня режим гейна примерно на 9 часов. Теперь я хочу просто показать, как работают ручки эквалайзера. Есть такое мнение, что у маршала всего 5 ручек верхних частот, и что они ничего не делают. Ну, это только отчасти, возможно, правда. Сейчас послушаем. Вот, начнем с презенса. Вот я... Звучит все на середине. Убираем презенс в ноль. Теперь презенс на всю. Возвращаем в серединку. Теперь бас. Баса нет. Теперь бас. Вот он, в серединке, и бас на всю. Я бы не сказал, что их тут прям выше крыши. Вот. Двигаемся дальше. Серединка. Вот, и у нас вообще нет середины. Галочка, как любят медалисты. Теперь серединка на всю. Верха. Без верхов. Верха на всю. Я показал только крайние положения, чтобы было представление о работе ручи. Покажу еще один вариант. Да. Выглядит он примерно вот так. То есть, все ручки на полную. Сразу добавляется больше гейна, и звук становится максимально насыщенным. На самом деле, именно на таком звуке я записывал вступление к этому виду. Не хотелось использовать никакую грелку, поэтому я решил вытащить из усилителя вот все, что можно, вот таким способом. Ну, я верну к своим привычным настройкам. Значит, у меня бас, прессенс на серединку, бас где-то на восьмерочку, middle где-то на семерочку, treble на серединку. Еще один факт об этом усилителе. Это ручка мастера. Она также все равно влияет на насыщенность звучания и на количество гейна. Я себе, так как играю в нагрузку, могу позволить ее крутить. А люди, которые играют, допустим, в кабинет 4 на 12, они вынуждены страдать. Ну, либо, выйдя в чистое поле, делать то же самое. Так, вот я почему поставил именно такое положение? Потому что оно для меня окажется оптимальным. Вот я начнем с самого тихого. Теперь, где-то 9 часов. Ну, то есть, неплохо. Дальше. Шестерочка. Двигаемся дальше. 9 часов. Фузи, ты немножко как будто захлебываешь. Считаемость уже теряется. Ну, так он прям. Ну, и на всю. Ну, на любителя, скажем так. Вернем, как было. И последний режим работы ручек на маршале. Это разгоняем, значит, мощник и регулируем преамп. То есть, у нас преамп ручка гейна на ноль, мастер на всю. И теперь мы добавляем потихонечку мастер и слушаем, какой будет звук. То, что, в принципе, наверное, где-то приближается к режиму плекси. Сейчас будем смотреть. Вот. Чуть-чуть. Вот, еле-еле там от нуля. Так, начинаем. Какой визглявый звук. Сколько в нем лязга. Добавим немножко низа с увеличением гейна. Гейн на 11 часов. Ну, как будто уже too much. Но мы двинемся дальше. Нет, уже. Этот режим уже был. Все ручки. Ну, не все, а мастер и прям на всю. Побаловались и хватит. Возвращаем в рабочее положение ручки. Я еще что хотел показать. Два момента. Во-первых, как он чистится, очищается звук. Да, вот мой рабочий звук. Чем не чистый звук. Вот, пожалуйста. Чем не чистый звук. Все, гитара начинает плыть. Вот примерно такой звук для рифов, для какого-то такого сопровождения. Меня более чем устраивает. Но иногда этого бывает маловато. А вот сам тембр при выкрученных ручках на всю немножко не то, что хотелось. И здесь я начинаю усилитель греть. В качестве грелки я использую педаль Proco Red. Ту самую крысу известную. Вот. Как я выставил настройки. Вот я сейчас прилагаю фотографию. А сам в это время включу ее, чтобы услышать звук. Отлично подходит для соло. То есть вот без крыс. Вот с ней. Она как бы подсобирает его. И вы увидели на фотографии, что гейна там на крысе прям вот совсем чуть-чуть. Я специально никаких обработок сейчас не накладывал, не наваливал сверху, чтобы услышать чистейший звук. Даже, по-моему, ревера нету на усилитель. Ну и о том, вот как у нас вообще с динамикой здесь обстоят дела. То есть вот. Естественно, уже с выключенной крысой. Все зависит. Вот все зависит от наших рук. Все, гитара моя расстроилась, поэтому пора нам закругляться. В самом начале видео я сказал, что в моем усилителе меня устраивает практически все. Что же не устраивает? Это чисто эстетический момент. То, что сеточка у него на лицевой стороне серого цвета, а не черного, как на фотографиях с моими любимыми гитаристами из 80-х. В общем-то на звук это очевидно, что не влияет. Ну так. Было бы к чему придраться, что называется. И да, я хотел бы сказать такую мысль еще в конце, что несмотря на то, что у меня есть теперь ламповая голова, это не отменяет того факта, что я вовсю пользуюсь также и цифрой. У меня есть Camper Stage. Это процессор, который я использую в живой работе, на выступлениях. Дома я могу поиграть через аудиокарту и плагины, которых у меня тоже есть некоторое количество. Вот. Но сердечко все равно всегда находится с ламповым звуком. И когда мне позволяет время и возможность, я, конечно же, стараюсь играть на ламповом усилителе. Потому что это... Потому что это клево. Чего вам всем и желаю, а может быть и не желаю. Каждый делает выбор сам для себя, насколько это ему нужно. Я лично провожу параллель. Это с таким же хобби, как собирание виниловых пластинок и воспроизведение их на проигрыватели. В этом нету никакой рациональной необходимости. Чисто вот такое эстетическое удовольствие. Хотя, как вы слышали по звуковым примерам, даже через нагрузку, даже через эмуляцию кабинетов, динамика и ощущения от игры, конечно, все равно пока сильно отличаются от тех, что есть у цифры. Цифра тоже может выдавать отличные ощущения и вот это взаимодействие. Но я так считаю, я не говорю, что это истинно последней инстанции, но я считаю, что до лампы они все равно пока немножко где-то не дотягивают. Так что всем лампового звука. Спасибо за внимание.